всем привет это транспортный блог и этот выпуск целиком и полностью будет посвящен троллейбусу последнее время довольно редко выходят транспортные блоги в которых троллейбус хоть как-то упоминается по той простой причине что новостей связанных данным видом транспорта в рязани практически нет с ним все стабильно стабильно плохо то есть те проблемы которые существовали с троллейбусом до того они не решаются практически никак это и нехватка водителей условия труда и рембаза ты еще раз про это было говорено даже уже губернатор рязанской области об этом говорил но пока что каких-то подвижек лучшему не видно и они не намечаются видимо думают что появление общаги для водителей как-то должно ситуацию улучшить ну ну но речь сегодня пойдет больше о хорошем начну издалека где-то около года назад мы уже обсуждали все эти фундаментальные проблемы троллейбуса и как их можно решать и тогда мы вроде как договорились что с учетом последних закупок подвижного состава в целом какая-то потребность в дальнейших закупках нового ближайший год не имеется то есть можно вполне себе на 24 год никаких новых закупок не планировать попутно зато запланировать закупку на 25 год под уже увеличение выпуска переход на машину с увеличенным автономным ходом и тому подобное а весь 24 год заниматься улучшением условий труда но кто такой чтобы меня слушать естественно с условиями труда дела лучше особо не стали при этом и о новом подвижном составе как-то не заикались его не запланировали ни в начале 24 года не в июле 2024 когда вносили изменения в бюджеты рязани и области как раз примерно в этот момент иногда добавляют деньги в том числе на новый общественный транспорт как это было и в прошлом году и в позапрошлом в этом году такого не было примерно неделю назад уже в августе появилась новость о том что заявляется о переговорах о возможности поставки новых троллейбусов в рязани 2025 году это все из серии может быть когда-нибудь если вы интересуетесь транспортом года так с 2013 для вас эти слова мимушей потому что из года в год так говорили из года в год получали шиш с маслом поэтому это просто пустые слова но примерно в этот же момент появились другие новости и не от рязанских сми от саратовских а именно в саратовскую область приехал министр транспорта россии и он посетил завод по ктс на котором делают троллейбуса адмирал он располагается в городе энгельс а перед этим проскакивали очень подозрительные фото и видео материалы где ездят или собираются троллейбусы в окраске уж больно напоминающую пресловутый единый городской стиль то есть серо-черные уже появились подозрения что это может быть что-то для рязани и вот саратовские сми объявили что завод по ктс на данный момент собирает 20 троллейбусов адмирал для рязани то есть уже собирает и более того потом появились фотографии где троллейбусы уже в полноценном едином городском стиле ездят по улицам энгельса складывается очень парадоксальная ситуация с когнитивным диссонансом то есть в рязани говорят что мы ничего там тип не знаем и там как будто бы договариваемся может быть придут машина в следующем году может не придут пока то есть их уже делает и они уже существуют при том что самое интересное часть из этих троллейбусов как минимум часть с увеличенным автономным ходом судя по заверениям из энгельса в общем очень странная ситуация хотя одно другому не мешает вполне возможно что эти машины в итоге поступят 2025 году но почему их тогда начали собирать так рано непонятно пока что эта ситуация не прояснилась и говорить о том что эти машины точно пойдут в рязани они там точно придут в четвертом или двадцать пятом году не приходится есть машины а что с ними не ясно закупка нового подвижного состава не является чем-то плохим а уж тем более если речь идет о троллейбусах с увеличенным автономным ходом они сейчас вполне могут пригодиться в условиях кризис коммерческих перевозок ну например возьмем маршрут 65 который сокращается все сильнее сильнее и для его замены по хорошему 3 троллейбус надо продлевать братиславский как раз таки на автономном ходу сейчас на третий троллейбус выпуск 14 машин я не думаю что его хоть как-то можно поднять из-за нехватки водителей то есть как было 14 машин так и будем считать что останется соответственно с учетом всех резервов и форс-мажоров для полного выпуска тройки братиславский нужно так машин 20 с автономным ходом в рязани сейчас 10 если эти 20 троллейбусов придут с автономным ходом их уже будет всего 30 и тут уже все становится неплохо но по-прежнему остаются вопросы с нехваткой водителей с условиями труда общем да эти фундаментальные вопросы несмотря на закупки нового не решаются теперь продолжим следующей новостью касающейся троллейбуса а именно вопросов его инфраструктуры по этому вопросу тоже долгое время не было никаких телодвижений но с прошлого года они начались и в этом году начался второй этап реконструкции троллейбусной инфраструктуры и начался он с поселка дягилево довольно тихо без особых объявлений но начали заменять опоры контактной сети и перевешивать ее соответственно на довольно специфическом участке вдоль трассы м5 в чем его проблема там большое количество обрывов причем больше их часть не по вине урт это не сколько по вине урт но об этом самом конце транспортного блога сколько под влиянием извне ну грубо говоря проезжает какая-то условно негабаритная техника и рвет сеть из-за этого даже уже некоторые люди выдвигали предложение об отмене первого троллейбуса поскольку уже сколько можно мучиться с этой сетью и внезапно такую вещь скажу в этом есть рациональное зерно с учетом нехватки транспорта и урт и у коммерции может быть для некоторых районов имеет смысл там махнуться маршрутами чтобы вместо двух хреново ходящих был один хорошо ходящий для этого нужна очень хорошая координация между перевозчиками контролирующими органами во что я в рязани не верю поэтому пока пусть уж лучше будет статус-кво тем более что на данный момент самую большую проблему линии по м5 а именно старой опоры как раз таки решают решаю правда не без проблем частенько на первый маршрут выдают троллейбус с увеличенным автономным ходом из-за того что там работы которые должны идти только ночью продолжаются утром просто-напросто не успевают их закончить каким-то причинам и поэтому приходится выдавать на линию то что может ездить какое-то время без подсоединения провода вот но и еще один момент последний в данном транспортном блоге как раз таки почему иногда так происходит что рвется контактная сеть кем-то другим дело в том что в летнее время она провисает я думаю не надо вам объяснять законы физики почему провода летом провисают сильнее чем зимой но когда они провисают соответственно большая вероятность того что какой-нибудь грузовик их может взять и порвать существуют методы которые позволяют это по возможности предотвращать но существует такая штука как термокомпенсаторы которые позволяют регулировать натяжение контактной сети в зависимости от температуры если уж применение скоростных спецчастей для урт и вообще в рязани это что-то из разряда фантастики а нормально работающие энергослужбы это за гранью фантастики то уж хотя бы применение термокомпенсаторов которое началось еще в советские времена уж можно было бы и начать правда сказать честно я не знаю большого количества городов которых массово применяют на вскидку могу назвать только чебоксары калининград но как я уже сказал эта штука уже была известна в советское время и она применялась поэтому наверное при желании как-то можно это заполучить и кроме того помимо термокомпенсаторов самой сети я не знаю как сейчас но раньше очень много где висели всякие грузики блоки подвеса контактной сети с помощью которых можно было регулировать тоже некоторые параметры натяжения наверняка они все еще на месте просто за ними никто не следит для этого уже как я сказал нужна нормальная энергослужба пока что в целом новости касающиеся троллейбуса больше позитивны чем негативны но в третий раз уже говорю за этот выпуск пока не будут решены фундаментальные проблемы улучшений видимых для пассажира ждать не придется на этом все в ухо все ну вот все вот Продолжение следует...